Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о коммерческих сделках при оптовой продаже товаров. На предыдущих занятиях мы говорили о том, что коммерческие сделки должны оформляться неким образом. И говорили о том, что коммерческие сделки – это сделки, совершаемые в торговле. То есть коммерция – это торговля, и поэтому в основном мы делали уклон на рассмотрение сделок именно в торговле. Мы рассматривали разные виды сделок, договоров. Какие-то из них могли не касаться торговой деятельности для того, чтобы в общем определиться с тем, как оформляются сделки между двумя и более лицами, и какие виды сделок бывают. Но поскольку целью нашей является именно торговля, то мы сегодня рассмотрим коммерческие сделки при одном из видов торговли. Поскольку всем известно, что торговля существует в нескольких видах. Все, конечно, слышали такие названия, как оптовая торговля, розничная торговля, внешнеторговые операции. Вот мы сегодня поговорим именно об оптовой торговле, и поэтому посмотрим, что же означает понятие оптовая торговля. Оптовая торговля, как определяет ГОСТ торговля термины и определения, это торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием. То есть оптовая торговля предполагает, что товары продаются и покупаются, точнее, кем-то, покупаются для последующей перепродажи, не для использования конечным потребителем. То есть товары приобретаются для того, чтобы быть проданными либо конечному потребителю, покупателю, чаще всего в виде физических лиц, либо для того, чтобы участвовать в процессе производства некоего продукта. Вы видели, что определение торговли дано в ГОСТе. Мы на предыдущих занятиях говорили о сертификации продукта и упоминали там ГОСТы. Так вот, существуют термины, которые определены в ГОСТах. И мы с вами увидели как раз термин оптовая торговля, потому что есть некоторые характерные черты, которые выделяют оптовую торговлю и розничную торговлю. Надо сказать, что Гражданским кодексом оптовая торговля не определена конкретно, но есть другие документы. В частности, среди других документов можно назвать закон Москвы, города Москвы, от 9 декабря 1998 года. Это закон номер 29. Называется о торговой деятельности в городе Москве. И вот в этом законе оптовая торговля определена как деятельность, предпринимательская деятельность, связанная с реализацией товаров производителям или торговым посредникам для дальнейшего использования в розничной торговле или профессионального использования. То есть как раз мы видим, что закон города Москвы определяет, уточняет понятие, которое дано в ГОСТе, и говорит именно о том, что оптовая торговля ориентирована как на конечного потребителя, так и на производство каких-то продуктов. Поскольку оптовая торговля, как и розничная, они связаны, очень связаны, поскольку оптовая торговля это ступенечка к следующему виду, к розничной торговле, о розничной торговле мы будем говорить позже, поскольку они связаны между собой, то на оптовую торговлю распространяются также действия закона о защите прав потребителей, поскольку, как уже было сказано, это цепь продвижения товара до конечного потребителя. По функциональным видам рассмотрим участников торговой деятельности, именно в оптовой торговле. Так вот, по функциональным видам мы можем выделить производителя, посредника и потребителя. И надо отметить, что в оптовой торговле очень большое значение придается посредникам, именно посредникам. Ну, это, конечно же, зависит от того, что производителю зачастую бывает гораздо дороже наладить пути продвижения товара до потребителя, чем воспользоваться услугами профессиональных торговцев. И, соответственно, мы получаем, что производитель очень часто работает с посредником для того, чтобы расширить сферы своей деятельности, для того, чтобы расширить свои рынки, чтобы товар быстрее, надежнее и дешевле доходил до потребителя. И здесь хотелось бы отметить, что посредническая деятельность, в общем-то, касается не только продажи товаров. Вообще, вот, работа с клиентами очень часто осуществляется через посредника. Ну, такие услуги, как исследование рынка, рекламные услуги, то есть маркетинговые рекламные услуги, услуги по продвижению товара на рынок, они очень часто связаны с посредником. То есть компании зачастую не сами осуществляют такие виды деятельности, а обращаются к каким-то другим организациям. Давайте рассмотрим виды независимых посредников. Какими же могут быть независимые посредники? Ну, во-первых, это торгово-посреднические фирмы. Это первый вид независимых посредников, и среди них можно выделить дилеров. Дилеры – это оптовые и реже розничные посредники. Дилеры совершают сделки от своего имени и за свой счет. Мы говорим о дилерах как о посредниках, которые в логистической цепочке, то есть в цепочке продвижения товара от производителя к потребителю, стоят скорее ближе к потребителю. И дилер, как правило, получает доход от разницы в продажной и покупной цене товара. Часто дилеры работают по системе скидок, получаемых от производителя. В отечественной практике мы часто встречаем такое понятие как субдилеры, то есть еще некая ступенечка в посреднической деятельности. Различают разные виды дилеров. В частности, первый вид – это универсальные дилеры. Дилеры, которые перепродают, покупают и продают различные виды товаров у различных производителей. То есть их деятельность связана с очень широким спектром товаров, возможно, работ, услуг и со многими видами производителей. Ну и, конечно же, с неограниченным видом, в таком случае, потребителей. Далее мы говорим о специализированных дилерах. То есть специализированные дилеры, они работают с определенным видом товаров. В данном случае мы говорим именно о посредниках, которые привязаны к какому-то виду товаров. При этом производитель может быть разным. Ну, примером такого вида дилеров могут являться специализированные магазины. Например, книжные магазины или магазины инструментов, или магазины стройматериалов. То есть, когда мы встречаем определенную группу товаров, специальных каких-то товаров, то продавец этих товаров, то есть, вот, дилер, он будет специализированным. Ну, если это не продажа прямо от производителя. Потому что, конечно же, очень часто производители имеют магазины в своей деятельности, в составе своего предприятия. И тогда сами являются продавцами своего продукта. Но при этом все равно они пользуются услугами дилеров чаще всего. Затем есть такой вид дилеров, как официальные дилеры. То есть, официальные дилеры, они привязаны не только к определенному виду товаров, но они и привязаны к определенному виду товаров, потому что они ориентированы на определенного производителя. Но чаще всего мы видим официальных дилеров. Очень хорошим примером, во всяком случае, официальных дилеров являются дилеры, продающие автомобили. Ну, например, Автомир. Это официальный дилер Судзуки. Или Автодом. Официальный дилер БМВ, Мини. Также мы можем видеть компании Armand или Avis, которые являются официальными дилерами Peugeot. Такие как, например, Автоганз или Автоалия, официальные дилеры Volkswagen и так далее. То есть, мы как раз на примере продажи автомобилей очень часто встречаемся с официальными дилерами. И, конечно же, официальные дилеры обеспечивают лучшие гарантии по качеству продаваемого товара. Когда покупатель приобретает товар у официального дилера, он может быть уверенным в том, что товар получает надлежащего качества и товар идет от производителя. И даже, вот мы говорили сейчас о продаже автомобилей, страховые компании, например, когда оформляют страховки, в частности, страховки КАСКО, они берут дополнительную плату за то, чтобы ремонт автомобиля осуществлять у официального дилера. И многие клиенты готовы за это платить, поскольку официальный дилер обеспечивает надежность не только приобретения товара, но также и его эксплуатации. Есть эксклюзивные дилеры. В данном случае речь идет не только о дилере, привязанном к определенному виду товара и к определенному производителю, но здесь вообще речь идет о том, что данный дилер является единственным представителем в определенном регионе данного производителя. Таким примером эксклюзивного дилера, хорошим примером может служить, например, эксклюзивный дилер Харлей Дэвидсон, Москва Харлей Дэвидсон. Или же очень много эксклюзивных дилеров компании МТС. МТС являются, как уже отмечалось, единственными представителями данной компании и реализуют либо продукцию, либо продукт, можно назвать, услугу. Если речь идет, предположим, об МТС в определенном регионе, вот совершенно конкретной компании. Есть также понятие авторизованных дилеров. Авторизованные дилеры – это компании, которые работают с производителем на условиях договора коммерческой концессии часто. В российской практике мы встречаем таких дилеров. Например, очень яркий пример, который известен всем – это сеть компаний, продающих продукт фирмы 1С. И вот этот договор коммерческой концессии в хозяйственной практике известен как договор франчайзинга. И, наверное, это понятие, вот этот термин как раз вошел в практику представителей российского бизнеса именно в первую очередь в связи с деятельностью компании 1С, потому что 1С имеет сеть, во-первых, дистрибьюторов 1С и сеть 1С франчайзингов, то есть компании, которые работают под именем данной фирмы 1С и продают продукт этой фирмы в различных регионах. В качестве примера можно привести, наверное, известную многим фирму 1С «Рарус», но также другие фирмы. Надо сказать, что деятельность дилеров, в общем-то, законодательно не регламентируется в российском законодательстве, кроме дилеров, которые связаны с биржевой торговлей. Как на товарных, так и на фондовых биржах. Следующий вид, давайте посмотрим, это дистрибьюторы. Дистрибьюторы – это оптовые и розничные посредники, осуществляющие сбыт товаров на основе закупок у изготовителей. То есть такие компании, ну, как правило, они действуют от своего имени и за свой счет. Они не только берут на себя продажу товаров, но, кроме того, очень часто они совмещают в себе деятельность по продаже определенного вида товаров, как правило, в определенном регионе, то есть, как правило, с территориальным неким ограничением. И, кроме того, они осуществляют услуги по транспортировке и хранению данных товаров. То есть совмещают в себе такую деятельность. Но по поводу регламентации данного вида договоров, дистрибьюторских договоров, в общем-то, жесткой регламентации также нет в российском законодательстве. Но очень часто деятельность дистрибьюторов используется во внешнеторговых сделках. И во внешнеторговых сделках есть документ, регламентирующий оформление таких сделок. В частности, это типовой дистрибьюторский контракт, который подготовлен Международной торговой палатой. И он часто ложится в основу других договоров дистрибьюторских, которые оформляются не только в международной, но и в российской практике. Сторона, которая заключает договор с дистрибьютором, называется продавцом или грантором. В общем-то, необходимым условием дистрибьюторского договора является согласование определенных объемов поставок, согласование дополнительных поставок, если таковые будут производиться. По дистрибьюторскому договору дистрибьютор гарантирует сбыт товара определенного производителя. И, собственно говоря, дистрибьютор получает доход не только на разнице между продажной и покупной ценой товара, но также дистрибьютор, как уже отмечалось выше, это вообще речь идет о торговых представителях, о посредниках, получает доход за счет скидки с цены у производителя, которую он получает, собственно говоря, за то, что обеспечивает минимальные объемы продаж. В договорах часто предусматриваются премии за увеличение объема продаж, то есть за дополнительные продажи, за превышение минимального объема продаж предусмотрена вот такая премия. Поскольку дистрибьютор выступает монопольным торговцем, монопольным импортером, то часто в договорах предусматривается такой момент, что на данной территории, кроме определенного в конкретном договоре дистрибьютора, не работают другие дистрибьюторы. Это важный момент. Что еще можно отметить по дистрибьюторскому договору? Дистрибьютор обязан информировать производителя о состоянии дел на рынке, об объемах продаж, о конкурентах, появляющихся на рынке, о конъюнктуре, складывающейся на рынке. То есть вот такие обязанности входят по договору в обязанности дилера. То есть это определено, это обязательные условия дилерского договора. Очень часто в дилерский договор включаются обязательства по гарантийному обслуживанию продаваемых товаров. Но в таком случае, конечно же, производитель обязан обеспечить дилера, бесплатно обеспечить определенным набором деталей, комплектующих изделий, каких-то узлов, которые необходимы при проведении гарантийного обслуживания. Ну, собственно говоря, если сопоставить дилеров и дистрибьюторов, то дилеры, они, в общем-то, скорее всего, относятся к эксклюзивным дистрибьюторам или к авторизованным. То есть здесь вот в данном виде договоров как бы совмещаются два таких понятия. Дальше посмотрим, кто же еще является независимым посредником. Это торговые дома. Торговые дома – это многопрофильные торговые компании, включающие, часто включающие производственные, банковские, страховые, транспортные и другие фирмы. Но в качестве примеров торговых домов мы можем видеть такие торговые дома, как, предположим, торговый дом «Библиоглобус», например, или торговый дом «Книги Москва», или торговый дом «ГУМ». То есть много таких торговых домов, которые имеют сеть либо в одном виде, в виде одного магазина, либо имеют сеть магазинов. И вот сталкиваясь с сетями магазинов, можно назвать такие торговые дома, как «Перекресток», например, или торговый дом «Копейка». То есть мы в жизни российского государства видим деятельность многих торговых домов. Но помимо деятельности в своей стране торговые дома часто существуют за рубежом. То есть в некоторых странах, например, существуют торговые дома Москвы, которые представляют торговую деятельность именно Москвы за рубежом. В России мы можем видеть в качестве примера турецкий торговый дом, например, который также, наоборот, является представителем турецкой торговли в России. Кроме торговых домов, есть еще многие виды посредников, и в частности это трейдеры. От английского «трейдторговать» это специализированные посредники, работающие на краткосрочных сделках по поручению клиента, но от своего имени и за свой счет. Когда мы говорим о трейдерах, то чаще всего, конечно же, мы говорим о торговле ценными бумагами. То есть речь идет о торговле на фондовых биржах, но трейдеры работают также и на товарно-сырьевых биржах. То есть, в общем-то, это, как уже отмечалось, характерная черта трейдеров состоит в том, что они работают при краткосрочных сделках. Но поскольку все-таки чаще наименование термин «трейдеры» связан с фондовыми биржами, то в качестве примеров можно привести разновидность. Существуют разные разновидности трейдеров. Но поскольку мы говорим в основном сейчас о торговле, а не о ценных бумагах, то я приведу только два наименования видов трейдеров, такие как, например, быки и медведи. То есть быки, которые работают на повышение цен, то есть они купили и дожидаются, купили ценные бумаги, дожидаются повышения цен. То есть, как говорят, быки поднимают на рога своих соперников, а медведи, они работают на понижение цен. И чтобы этот термин как-то сопоставить, говорят, что они давят лапами своих соперников. То есть вот трейдеры – это такой вид посредников. Еще один вид посредников – это брокеры. Брокеры могут действовать на основании договора с клиентом, но могут и состоять в договорных отношениях, вернее, не состоять в договорных отношениях с контрагентами, чью сделку они организуют. В общем-то, брокеры зачастую работают именно от своего имени для того, чтобы обеспечить конфиденциальность сделки. Опять же, мы чаще всего сталкиваемся с понятием брокеров, когда говорим о фондовых биржах. Но на товарных биржах брокеры также заключают контракты. Правда, как правило, если речь идет о товарных биржах, то чаще всего брокеры занимаются регистрацией всех сделок, кроме простых. Об этом речь будет еще впереди. То есть, простая сделка – это сделка с реальным товаром. Мы будем говорить о том, какие отличия, какие характерные черты есть в биржевой торговле. Ну вот, брокеры при торговле товарами, как правило, работают при заключении специальных сделок, не сделок с реальным товаром. Ну и, как уже отмечалось, конечно же, чаще всего мы сталкиваемся с понятием брокеров, когда говорим о фондовых биржах, опять же, о торговле ценными бумагами. Еще один вид независимых посредников – это стокисты. В общем-то, от английского «сток», «капитал» или «имущество» – это разновидность комиссионеров в стране-импортере, осуществляющих экспортно-импортные операции на основе договора о консигнационном складе. То есть, когда мы говорим о стокистах, то, как правило, вот вы видели из определения, мы говорим о консигнационных договорах, о консигнационных складах. То есть, когда мы говорим о консигнации, то это такая сеть, разновидность, точнее, торговых комиссионеров, договоров комиссии, которые, приобретая импортный товар, держат его на складе, на так называемом консигнационном складе и, соответственно, постепенно растаможивая этот товар, отпускают его в торговлю. То есть, в общем-то, здесь мы, опять же, видим некий симбиоз договора хранения и договора комиссии, договора хранения товара на торговом складе. Вообще-то, консигнационные договоры используются и не только в международных сделках, но мы чуть дальше об этом будем говорить. Еще один вид независимых торговых посредников – это торговые агенты. Торговые агенты, или чаще агентства, как правило, заключают договоры от имени и за счет клиента. Клиент в этом случае называется принципалом. Есть универсальные агенты, которые заключают договоры и совершают действия от имени принципала, любые какие-то действия. И есть генеральные агенты, которые работают на основе доверенности, то есть, когда мы говорили с вами о доверенности, то мы говорили о том, что доверенность предполагает совершенно определенные действия и совершенно определенный набор действий. И поэтому торговые агенты могут работать только по доверенности, такие виды генеральные агенты. Далее еще один вид независимых посредников – это торговые маклеры. Они отличаются от других посредников тем, что не работают как частные лица, а выступают часто как представители, то есть, например, как служащие биржи. В российском законодательстве торговые маклеры не предусмотрены, поэтому такое понятие в российской торговой деятельности используется достаточно редко. Мы говорили сейчас о видах независимых торговых посредников. разобрали их разновидности, посмотрели, как они работают, каковы особенности их деятельности. Но следует сказать, что в российском законодательстве определены не виды торговых посредников, а определены различные виды посреднических договоров. В частности, когда мы говорим о посреднических договорах, то мы можем рассмотреть те договоры, которые отражены в Гражданском кодексе. Предположим, если мы говорим о поручении, то это договор поручения. По договору поручения одна сторона, которая называется поверенным, обязуется совершить от имени и за счет другой стороны, эта сторона называется доверителем, какую-либо сделку, то есть какие-то определенные юридические действия. Договор поручения – это один из видов договоров, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации. Это статья 971 Гражданского кодекса. Договор поручения используется достаточно часто при торговле товарами, при продаже товаров. Еще один из видов договоров, которые отражены в Гражданском кодексе – это договор комиссии. По договору комиссии одна сторона, называемая комиссионером, обязуется по поручению другой стороны, которая называется комитентом, за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Это статья 990 Гражданского кодекса. Когда мы говорим о договоре комиссии, то, как уже отмечалось, разновидностью договора комиссии может быть договор консигнации. Он связан также с деятельностью комиссионера, который по поручению комитента за счет комитента выполняет некие действия от своего имени. Такой вид договоров встречается в российской практике очень часто. Все права и обязанности и возможности расчетов по таким договорам определены в Гражданском кодексе. Хотелось бы отметить еще такой момент, что когда оформляется договор комиссии, но это же часто касается и договора поручения, то в договоре указывается, каким образом производятся расчеты. Поскольку товар продается производителем, потребителю, но через комиссионера, через посредника, то расчеты могут вестись либо напрямую, то есть продает товар комиссионер, а покупатель, потребитель платит непосредственно производителю, могут расчеты осуществляться и через счета комиссионера. Это все оговаривается в договоре. Далее хотелось бы еще отметить, что договоры комиссии имеют некие разновидности, связанные как раз с видом торговой деятельности, то есть саптовой или розничной торговлей, потому что есть комиссионные магазины, о них мы тоже упомянем чуть позже. Это розничная торговая сеть, но также работающая по договору комиссии. Есть оптовые, чаще мы встречаем, конечно, оптовиков, работающих по договору комиссии. Но такое обилие, такое множество разновидностей договоров комиссии, как мы назвали и розничная, и оптовая, консигнационная деятельность, оно диктует множество нюансов в оформлении договоров комиссии. Еще один вид – это агентский договор. По агентскому договору одна сторона, то есть агент, обязуется за вознаграждение совершить по поручению другой стороны, которую называют принципалом, юридические и иные действия, и, как правило, по агентскому договору действия совершаются от своего имени, но за счет принципала. Иногда от имени и за счет принципала. И определены такие договоры в статье 1005 Гражданского Кодекса Российской Федерации. То есть мы видим, что в договоре агентском могут быть разные виды деятельности, то есть и за счет и по поручению принципала, и также от имени агента, но за счет принципала. Поскольку, опять же, мы видим разновидности, обилие разные виды договоров агентских, то, конечно же, такие виды должны быть определены обязательно в договоре. Ну и еще хотелось бы отметить еще один вид – это договор коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии говорит о том, что одна сторона, называемая правообладателем, обязуется предоставить другой стороне, которая называется пользователем, за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав. Это статья 1027 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Как мы видим, договор коммерческой концессии, он связан в первую очередь с продуктами интеллектуальной собственности, и, соответственно, он часто связан с использованием торговой марки, например, правообладателя. Пользователь использует в своих целях данную торговую марку, например, но по договору за это платит правообладателю. То есть мы видим, да, кстати, вот по поводу договора коммерческой концессии, мы как раз говорили об авторизованных дилерах, они используют договор коммерческой концессии, как было ранее упомянуто, и мы видим, что получая доход от своей деятельности, такие компании одновременно продвигают на рынок продукт правообладателя данной торговой марки. И, соответственно, они действуют от имени соответствующей фирмы, от имени соответствующего правообладателя. В заключении нашей сегодняшней лекции хочется отметить, что мы увидели множество торговых посредников, рассмотрели достаточно большое количество посреднических договоров. Все это говорит о том, что для оптовой торговли, я напомню, что оптовая торговля – это промежуточное звено между изготовителем продукта и потребителем этого продукта. Так вот, для оптовой торговли очень большое значение имеют посредники. И, соответственно, выбирая, каким образом будет продвигаться продукт на рынок, выбирая вот эту логистическую цепочку, производители товара, они должны хорошо продумать, какой вид посреднической деятельности использовать для того, чтобы, во-первых, товар был доставлен до потребителя наиболее надежным способом, с наименьшими затратами для производителя. И очень немаловажную роль в выборе посредника играет тот момент, что производитель заинтересован в расширении рынков, и при этом он должен иметь сведения о конкурентах на рынке. Мы говорили о дистрибьюторских договорах, в рамках которых компании должны предоставлять изготовителю сведения о ситуации на рынке, о конъюнктуре на рынке. То есть производитель не только продвигает грамотно продукт на рынок, но еще и получает сведения о состоянии на рынке. То есть получает некие данные по исследованию рынка. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Всего доброго.